Еще одну дату вспомним. 9 мая вся наша страна отмечала 100-летие. Была Токучава. А, правильно. Была Токучава. Поэта, не просто поэта, поэта фронтовика, который прошел войну. И вот для исполнения песни я приглашаю на эту сцену нашу гостю Елену Горбачеву, актрису. Она не певица, но она актриса, и поэтому, знаете, она вкладывает душу в исполнение песни. Все-таки вокруг Токучава было много споров. Одни говорили, что музыка монотонная, примитивная, не несет никакой мысли творческой, и все там просто, бытовое. А другие говорили, что в этом и красота, что он нашел, один шаг сделал до 100, до каждого человека. Сколько написал песен Кучава, никто не знает. Виноградную косточку в теплую землю зарою, И лозу поцелую, и спелые грозья сорву, И друзей позову, на любовь в своем сердце настрою, А иначе зачем на земле этой вечно живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение, Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыну. Царь Небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье, А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя талия, В черно-белом своем преклоню перед нею голову. Им заслушаюсь я, и умру от любви и печали, Как иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам заветая, Пусть опять и опять проплывут предо мной наяву, Синий буйвол и белый орел, и форей золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форей золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вы почувствовали, что в тексте есть глубокий смысл, Много очень скрытого православного такого исповедания в этой песне.